здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала с вами михаил смансарев сегодня мы с вами рассмотрим как изготовить станок для гибки пластмассы листовой пластмассы в первую очередь ну это необходимо в основном когда мы делаем какие-то изделия из пластмассы скажем я применяю с ребятами в судомоделировании вот ну и попробуем после того как изготовим этот станок ну станок еще раз говорю громко сказано это или станочек или же приспособление но она будет иметь свой собственный характер и в общем то будет иметь направление по которым на нем можно делать изделия и так что нам для этого нужно вот я взял не отпилил просто взял кусочек текстолита в нем в нем вот такую сделал прорезь видите вот где-то на глубину там миллиметра 4 5 текстолит порядка 10 миллиметровой толщины вот затем напротив этой прорези сделал здесь отверстие вставил один штук любой там винтик болтик все что угодно с другой стороны с другой стороны сделал два вот такие отверстия на это отверстие было я просто по нему пошел сделал два вот такие вот отверстия для чего для того чтобы поставить механизм натяжение и так если мы вот в этой прорези расположим спираль нагревательную виде струны и дадим на нее низковольтное напряжение то она будет прогревать вот по длине этой прорези пластмасс который можно будет сгибать и так и так спираль я беру вот она простая спираль от плитки чем тоньше будет спираль тем меньше нам надо будет мощности низковольтного трансформатора чтобы ее разогреть ну примерно вот такая вот она по длине с запасиком я откусываем ее это убираем в запас она нам еще пригодится но спираль можно выпрямить различными способами можно взять там скажем такие же мы вот так вот можно завернуть зажать в тиски какой-нибудь штырек гвоздь в конце концов и вот так вот и через этот гвоздь вот так вот погонять значит теперь мы вот у меня уже изготовлена вот такая вот скобочка механизма но не механизма устройства натяжения которая будет вставлена вот в эти два отверстия вот мы ее вставили вроде стоит теперь необходимо вот тут вот поставить пружинку я здесь сделал маленький пропил напильником чтобы пружинка вправо-лево не ходила вставляем сюда 1 1 конец спирали и очень добросовестно затягиваем закручиваем просто следующая операция будет натяжка поэтому я оговорился вот она у нас стоит теперь мы ее опускаем в прорезь делаем вот такой вот натяжку пружина вот она ведь его натяжка и с другой стороны просто напросто вот так ее приматываем никаких особых здесь хитростей делать не надо намотали и все для чего это нужно вот это вот пружинка когда у нас спираль будет нагреваться она будет растягиваться если не будет поджимной работа подтягивающей пружинки то она будет коробиться и даже может если длинная вот это вот прорезь даже может выйти сюда и в каком-то месте куточек пластмассы перегреть теперь нам необходимо сделать обеспечить вот в этом месте и вот в этом месте какой-то контактный провод ну вот у меня тоже уже почищен здесь немножко но еще можно чуть-чуть его наждачный бумага или напильничка на чем угодно вот мы почистили эти теперь очень интересный момент если здесь у нас нет никаких ограничений мы просто обеспечиваем контакт вот я его обеспечил то вот здесь вот ни в коем случае нельзя производить подсоединение таким образом чтобы пружина была под напряжением если она будет под напряжением то она нагреется расширится и выйдет из строя то есть пружина превратится в мягкую проволоку которая практически работать не будет ну кстати потом можно эту проволочку по контакту двигать и увеличить и уменьшать степень нагрева вот все у нас готово здесь теперь я сейчас здесь еще немножечко вот просто это подтягиваю вот так вот и одеваю на этот 4 чтобы было был более плотный контакт можно конечно поставить было вместо этого штыряка и винтик или болтик маленький на шпильку короче говоря если у винтика или болтика отрезать головку это будет шпилька вот мы все собрали вот он теперь наша задача посмотреть как наш станочек будет работать но здесь я хочу обратить внимание что я использую вот такой вот блок питания это блок питания до 9 вольт у меня там от 2 с половиной по моему свое время я использовал даже трансформаторы от простого выжигателя типа узор ну вот с вами у нас прогрев пошел но пока что температура довольно невысокая поэтому мы можем отключить питание и вот то что я вам говорил вот сюда вот передвинуть вот этот контакт то есть тем самым мы уменьшаем длину спиральки она у нас будет нагреваться больше вот видите вот сейчас она у нас очень хорошо нагрелась теперь мы берем проверяем ставим пластмасс тихонечко его придержим и проверяем на прогрев вот он прогрелся можем поставить в любом положении у нас готово изделие ну то же самое здесь опять же я ее ставлю вот так немножко опущу чтобы было видно туда-то подожму то есть смысл этого станка в том что спираль прогревает пластмасс тока вместе сгиба вот мы его согнули то есть вот вот тут видите даже немножко перегрева ну с точки зрения практической всевозможные короба для телевые колодцы мы делаем на яхтах но свое время когда-то очень давно когда для пропусков ничего не было никаких скажем так чехольчиков не продавалось мы делали вот из пленки там или из какого-то стекла вот я взял календарик он у нас имитирует пропуск то есть мы его нагрели это пластмасс где нам нужно согнуть вот я его согнул и прижал могу прижать посильнее могу поменьше зависимости от толщины изделия которое будет в него вкладываться пока выключу вот теперь мы просто вкладываем сюда вот с этой стороны вот этот вот календарик или пропуск обрезаем его ножницами но здесь тоже не очень ровно вот у нас есть вот такой вот чехольчик для сохранности данного календарика он гибкий в общем-то прочный и очень практичный и так мы с рассмотрели как изготовить вот такой вот станочек для гибкий пластмасса думаю что многим он пригодится для каких-то работ по моделированию изготовления чего-то и тому подобное если кому что не понятно задавайте вопросы с вами был михаил смансарев до свидания михаил смансарев до свидания михаил 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 михаил